Но паниковать не стоит, это пожарно-тактические учения. Спасатели будут ликвидировать условный пожар в Дворце культуры города Барнаула. Очаг возгорания на сцене, но такие ситуации важны, чтобы знать, как действовать в чрезвычайных происшествиях. АЧП неожиданны и к ним нужно быть готовым. Даже если речь идет, как сейчас, о гипотетическом возгорании. 10 утра. В пожарную часть позвонили сотрудники ДК, заметив дым. В это время, по легенде, в здании есть сотрудники и маленькие зрители. Несколько минут и на борьбу с огнем брошены 11 единиц техники и 85 человек личного состава. Главная задача – ликвидировать пожар и не только. Вот в таких условиях задача спасателей в очаге возгорания найти потерявшихся детей. Люди были заблокированы в зрительном зале, порядка 7 человек. И также у нас есть операторы, которые отвечают за софиты. Они были у нас на колосниках, их отрезало продуктами горения. И они были вынуждены спасаться на кровлю здания. С кровли здания также у нас была установлена высотная техника, автолестница. ДК города выбрана не случайным. Это одно из крупнейших центров Борнаула, в коллективах которого занимается больше тысячи детей. По итогу спасательных операций в зрительном зале малыши спасены. Очаг возгорания ликвидирован. Но и на этом не все. Еще одна точка учений. Возгорание произошло под сценой, но, как мы видим, спасатели уже ликвидировали огонь. 50-й, 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 за прошу 2 года проверили. Теперь уж точно все спасены, дворец культуры сохранен. И фасаду здания ничего не грозит. Такие масштабные учения сегодня принял не только Борнаул. В Новоалтайске условный пожар произошел на складе. В селе Ельцовка спасатели тренировались в районной администрации. В Бийске горела льняная компания. В селе Михайловское мукомольный комбинат. А в Зминогорске культурно-информационный центр. Кроме того, пожарные не только оттачивали свои действия, но и проверяли готовность объектов к подобным ситуациям. С нашей тактической точки зрения нам интересен. Но сам объект очень заинтересован в правильном применении тех средств, первичных средств пожаротушения, системы оповещения. Ну и, соответственно, правильной эвакуации и спасения людей. К слову, за прошлый год в Барнауле произошло свыше 500 пожаров. Один из серьезных и масштабных возгорания склада на Власихинской. Благодаря таким учениям в реальных ситуациях спасатели точно знают, что нужно делать. Впрочем, не только они. Играющие пострадавших тоже тренируются. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.